Здравствуйте! В эфире новости Алматинской области. В студии Гульмира Тимиргалеева и сурдоперебойщик Таурен Абдрасилов. Отныне оформить земельные участки можно в центрах обслуживания населения. Теперь в числе предоставляемых услуг появились такие, как установление границ прилегающей территории, аэрофотосъемка, инвентаризация земельных участков в аграрной сфере, выточа копий земельно-кадастровых документов и другое. Стоит отметить, Госкорпорация правительства для граждан оказывает полный пакет услуг по оформлению документов на земельный участок. Наряду с этим граждане не будут тесно взаимодействовать с бэк-офисами, обеспечивающими контроль и учет всех их обращений. Клиент по своему усмотрению может обратиться в ЦОН за помощью к персональному менеджеру. Стоит отметить, что на сегодняшний день коммерческие услуги по стране оказывают 253 ЦОНа. Государственные услуги Госкорпорации и правительства для граждан, в том числе оформление земельных участков, становятся все более упрощенными. Клиенты имеют возможность обратиться за помощью к персональному менеджеру по своему усмотрению. Все обращения связаны с бэк-офисами, обеспечивающими контроль и учет. Государственная корпорация «Правительство для граждан» оказывает полную работу по оформлению документов от разработки землеустроительного проекта до изготовления акта на земельный участок. Укрепление терробороны. Жители края ЖТСУ из Каратальского, из Кельдинского и Куксусского районов проходят краткосрочные военные курсы по переподготовке. Свои навыки они вспоминают и приобретают новые на полигонах близ города Кунаев. Вот уже неделю 79 военнообязанных области ЖТСУ проходят переподготовку на полигоне воинской части 32-363 города Кунаев. А началась она с повторения когда-то уже полученных знаний с теоретической части военной грамотности. Навыки стрельбы бойцы оценивали уже на учебно-тренировочной площадке. Осваивать курс переподготовки в числе других военнообязанных прибыл и Нурлан Абдикерим из Каратальского района. По словам мужчины, такие мероприятия необходимы, чтобы каждый гражданин был готов в любое время встать на защиту Отечества. Никто не знает, что будет завтра. Все мы видим ситуацию в мире, поэтому военнослужащие должны быть во всеоружии. Я сам так думаю. В плане подготовки всё идёт хорошо. И практика, и теория. По сути, это снова армейская служба. Просто повторяем, уже пройденное. На переподготовку призваны 12 офицеров, 17 сержантов и 50 рядовых. Это военнообязанные, вошедшие в подразделение специального батальона. В ближайшие дни бойцы пройдут обучение по инженерной, сапёрной, радиационно-химической и биологической защите. Наряду с этим пройдут учения и по выявлению, и обезвреживанию мин, установленных противником. В настоящее время на тактической и учебно-полевой площадках войсковой часть 32-363 проходят занятия по военной переподготовке военнообязанных граждан. В учениях задействованы 12 офицеров, сержантский состав и рядовые. Они продлятся до 30 июля. В переподготовке военнообязанных организована бригада территориальной обороны области. Следующие занятия пройдут уже в будущем году согласно рабочего плана, резюмировали представители ведомства. В том, что в нашей стране живет много неравнодушных людей, верит уроженка Панфиловского района, а ныне жительница южного мегаполиса Фарида Кожакова. Именно на них она возлагает свои надежды, связанные с выздоровлением ее дочери. Вот уже много лет молодая девушка из-за тяжелого прогрессирующего заболевания заперта в четырех стенах дома. Отечественная медицина в ее случае бессильна. Надежду на исцеление дают лишь заграничные клиники. Однако денег на лечение у семьи нет, а потому мать с дочерью вынуждена обратиться ко всем казахстанцам. В свои 23 года Алтынай жене с ней по годам рассудительно и серьезно. Причиной тому стала ее болезнь, которую девушка воспринимает как испытание свыше. Некогда жизнелюбивая хохотушка, теперь Алтынай не проявляет чувств. Редко смеется, не спит ночами. Единственное ее отдушина – старые детские фотоснимки, на которых она выглядит цветущей и здоровой девчушкой. И каждый раз Алтынай мечтает вернуться в детство, когда болезнь еще не сломила ее. Видя свою дочь в таких ситуациях, сердце матери Фариды обливается кровью. Однако женщина не теряет надежды. Больше всего мне хочется, чтобы моя дочь поскорее встала на ноги, чтобы выздоровела. Ее ровесники уже свои семьи создали. А моя в четырех стенах солнца не видит. Мне тяжело видеть ее в таком состоянии. Несколько лет назад отечественные врачи поставили Алтынай неутешительный диагноз – ревматоидный артрит. Тяжелое аутоиммунное заболевание со временем поражает суставы и внутренние органы. По злой иронии судьбы, Алтынай может передвигаться только при помощи костылей. Но даже в таком состоянии она старается заботиться о своем младшем брате. А в свободное время молит Бога о исцелении. Ведь у Алтынай есть мечта – стать в будущем хорошим врачом. Моя мечта – стать врачом, точнее ревматологом. Я бы хотела помогать таким, как я, пациентам, приносить пользу людям. Семь лет назад из-за резкого обострения болезни Алтынай была прикована к инвалидному креслу. Но долгое и упорное лечение принесло свои плоды. Девушка смогла сменить кресло на костыли. Однако отечественные врачи не в состоянии оказать полноценную помощь Алтынай. Теперь мать и дочь намерены выйти на зарубежные клиники. Как оказалось, помочь девушке могут турецкие эскулапы. Для меня выход – это проведение операции. Изначально мы на неё не соглашались. Но оказалось, что без неё не обойтись. Однако это дорогостоящее лечение. Теперь нужно собрать огромную сумму, чтобы поехать в Турцию на лечение. Чтобы приблизить час исцеления дочери, её мать Фарида работает день и ночь на двух работах. К тому же семья живёт в арендованной квартире. А потому 15 миллионов необходимы на проведение операции. Для них сумма неподъёмная. Последние два месяца семье приходилось просить помощи у окружающих. С помощью добрых людей на данный момент собрано порядка двух миллионов тенге. Турецкие врачи дают 99% гарантии, что Алтынай сможет победить свою болезнь и вернуться к нормальной жизни. Турецкие врачи утверждают, что их методы помогают излечить болезнь практически до конца. Сейчас моя дочь день и ночь выходит в прямой эфир в Инстаграм, чтобы собрать оставшиеся 13 миллионов тенге. Я хочу лишь одного, чтобы Алтынай стала здоровой и, как другие люди, радовалась жизни. Материнское сердце Фариды хочет верить, что мир не без добрых людей, и её дочь победит болезнь. А потому в ваших руках изменить судьбу молодой девушки. Любая сумма пожертвований приблизит исполнение заветной мечты Алтынай. Воспитанники спортивного клуба под дзюдо и самбо «Каусар», расположенного в городе Кунаев, в летние каникулы не сидят без дела. Они ведут усиленную подготовку к ближайшему республиканскому первенству по самбо, которое статует через две недели в городе Актау. Более подробно о планах и перспективах юных борцов расскажет моя коллега Лилияна Штогрина. С такого громкого приветствия начинается каждая тренировка в спортивной секции «Каусар». За семь лет её работы в стенах спортзала городской типографии воспитаны немало чемпионов и призёров Казахстана и престижных международных турниров под дзюдо и самбо. Эти два вида спорта очень схожи и предполагают использование целого комплекса приёмов и действий. Люди по всему миру занимаются этими единоборствами не только для достижения спортивных успехов, но и для самообороны и поддержания физической формы. Главное достоинство – изучать и заниматься ими может любой человек, независимо от возраста, пола и физических данных. В данный момент у нас сейчас есть Уралов Ернар, он сейчас на сборах в Текеле, он сейчас поедет на чемпионат Казахстана по самбо, потом у него будет отбор под дзюдо и дай бог на чемпионат Казахстана под дзюдо. Потом Байгулов Руслан, он учится в Алмате в интернате, Мукашев Султан, учится в интернате Рши. Это данный момент, который сейчас наши пацаны, которые показывают результат, именно мои ученики. С этого зала очень многие выходили пацанов, которые из города. Бекнур, он сейчас стал чемпионом Казахстана, борется за сборную Казахстана, в Париже боролся, в Австрии боролся. Он неоказательно вот здесь, в нашем зале, уже лет пять тренируется, и мы всегда надеялись, что он будет выстрелить. И он выиграл Казахстан в Ахтал, сейчас представляет сборную Казахстана на международной арене. Мейер Жанабель Мурат также считается одним из перспективных дзюдоистов Алматинской области. Юноша занимается борьбой уже шесть лет. Считает, что именно спорт учит ставить цели и добиваться их. И уже хорошо понимает, что любая победа – это результат упорного труда и работы над ошибками. Призер различных республиканских турниров мечтает стать участником Олимпийских игр. Дзюдо я начал заниматься с детства. Отец привел меня в спортивный зал дзюдо и сказал, что ты будешь заниматься этим спортом. Я занимаюсь шесть лет. Дзюдо я занимаюсь, чтобы не только защищаться на улице, но и для себя, чтобы я был в физической подготовке, был физически сильным. Мои мечты по дзюдо – стать Олимпийским чемпионом. А достижения по дзюдо я выигрываю городские, областные соревнования есть у меня, выигрышные. Дзюдо – мой любимый вид спорта из-за того, что в нем много полезного. Дзюдо первым учит дисциплине, чтобы я мог защищать себя, чтобы я слушал старших. Дисциплинированность и уважение к старшему поколению – отличительная черта всех юных борцов. Решение записаться в спортивную секцию они приняли самостоятельно в раннем возрасте. Первые победы определили цель в жизни многих из них – посвятить себя спорту и стать успешными и знаменитыми. Для ребят эти учебно-тренировочные сборы не первые в их спортивной карьере. За соблюдением режима и процессом тренировок будущих чемпионов строго следят тренеры. На своих воспитанников они возлагают большие надежды. Одно огорчает – условия для проведения занятий оставляют желать лучшего. Желательно, если в нашем родном городе был бы интернат для одаренных детей. Хотим поднимать именно детей Кунаева. Хотим, чтобы в этом городе, за этот город, именно такой был человек, который переживал за этот город, за детей этого города. Мы хотим, чтобы в будущем на мировой арене представляли дети с этого города. Чтобы они сказали, мы видим Семипалатинска, Сускамана, Астаны, Караганды. Такие дети. Даже вот Жаркент. Посмотрите, Жаркент и Копчегаев. Мы город. Жаркент – это район. У них есть ФОК. Мы большой город, у нас нет ФОКа, у нас нет больших залов. В Советском Союзе построили. Там жарко, летом невозможно проводить соревнования. Мы хотим, чтобы у нас построили ФОК. Дети занимались массовым спортом. Благодаря политике нашего президента, Касм-Жамар Кемеевич Токаеву, он уже сказал, что это год детей. И он обратил внимание на наш город. И да, думаю, что иншаллах, у нас все будет хорошо. Уже буквально через две недели юным дзюдоистам спортивного клуба «Каусар» предстоит на деле показать, чему они научились во время тренировок на Кубке Казахстана по самбо. А конкуренцию в борьбе за призовые места им составят борцы из Сталдук-Ургана, Алматы и Нур-Султана. В поселке Удикен-Батыр Ильейского района стартовал областной чемпионат по футзалу. В трех возрастных категориях за место на пьедестале почета в нем борются юноши от 15 лет и младше. По итогам турнира будет сформирована сборная Алматинской области, которая примет участие в летнем первенстве Республики Казахстан по футзалу. Чемпионат Алматинской области имеет многолетние традиции. И если в прошлые годы предварительные игры проводились зонально, а в финале состязаний участники выясняли, кто из них сильнее в областном центре, то в этом году организаторами турнира было решено все матчи, и предварительные, и заключительные провести в одном месте, а именно в Большом спортивном зале аула Отиген-Батыр Ильейского района. Целью данного чемпионата является отбор и основа команды Алматинской области, составление основы команды Алматинской области. Данная команда будет потом предоставлять нашу область, нашу регион на чемпионате Республики Казахстан по возрастам до 13 лет, до 15 лет, до 17 лет. И по итогам этого чемпионата у нас будет составляться сборная команда. После этого мы будем участвовать на чемпионате Республики Казахстан, который состоит из трех и четырех туров, где будут участвовать все регионы Республики. Подобные областные турниры направлены не только на развитие детско-юношеского футбола в области, но и на укрепление здоровья ребят школьного возраста. Воспитывая детей в атмосфере честной спортивной борьбы, в будущем мы получим, если не профессиональных футболистов, то активных приверженцев здорового образа жизни, отмечают организаторы. Традиция казахстанского футзала, да, конечно, вы сами прекрасно знаете. В данный момент наш футзал в Республике Казахстан очень прекрасно развит, является призерами в чемпионатах Европы, в чемпионатах мира, также является чемпионом Лиги чемпионов, финалистами, призерами чемпионов. И на основе этих результатов наши ребята очень хотят заняться этим видом спорта. И мы ставим цель для них, чтобы они добивались таких же целей. Что касается областного турнира по футзалу, то это настоящий праздник детско-юношеского футбола. Накал страсти не меньше, чем на Еврокубке. Матчи предварительных туров пройдут по круговой системе. А в финале ребята будут выяснять, кто сильнейший по олимпийской программе на вылет. Среди фаворитов – юные футболисты Толгарского района. Ребята хотят пройти через все стадии состязаний и отдавать победу просто так не собираются. Я к футболу пришел, меня привели свои друзья. Они посоветовали мне этот спорт, но до этого я занимался только боксом. И как я начал увлекаться футболом, мне понравилась эта деятельность. Я хожу уже футболом более двух-трех лет, и мне нравится этот спорт. На этот турнир я более чего рассчитываю взять призовые места, первое или третье место. Уверенную оборону и результативные нападения стремятся продемонстрировать все участники соревнований. Без исключения, по словам тренеров, многие из этих ребят в будущем могут претендовать на звание мастера спорта по футболу, что позволит им попасть в основной состав команд мастеров, которые участвуют в соревнованиях международного класса среди взрослых. О нашей команде что сказать? Это также филиал от нашей специализированной школы, которая находится в Толгарском районе. Ребята работают. На данный момент по всем возрастам у нас есть команды. Основная цель, конечно, популяризация, чтобы дети развивались. И желательно, конечно, чтобы именно в области периферия занимала основную часть, там, где дети могут проявить себя, вырасти в хороших спортсменов. Потому что я считаю, что каждый спорт он прививает и дисциплинирует парня, чтобы не болтался на улице, как бы, да, основная проблема нашего общества, я думаю, это. Поэтому большое спасибо нашему руководству, то, что они проводят такие областные чемпионаты, где дети знакомятся, дружат между собой, становятся друзьями. В дальнейшем в наших планах это вывести нашу Алматинскую область, именно нашу школу на республиканский уровень, чтобы дети и там уже играли, проявлялись. Возможно, кто-то из них и заиграет за сборную. Самая трудная часть турнира еще впереди – это финал. Он состоится 19 июля. Это были все новости к этому часу. Увидимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин